Глубоко уважаемые коллеги, у нас повестка дня сегодняшнего заседания исчерпана. Интересные доклады представлены. И, конечно, если кто желает, у кого есть желание поделиться своим опытом и высказаться по поводу выступлений, пожалуйста. Кто желает. Ну, если желающих нет, я слово представляю Алексею Михайловичу Беляеву для заключительного. Уважаемые коллеги, ну, спасибо, конечно, сегодня трудовой день был, и все мы собрались. Спасибо все-таки, что мы провели это мероприятие. Несколько меняется формат общества онкологов. Вот такой немного обнаученный, мы еще не знаем, правильный это путь или нет, но, вы знаете, вот посмотрел повестку дня, в течение двух дней проводилось мероприятие, мы, конечно, были перегружены, но не настолько, чтобы оторваться от основной работы. И мастер-классы, вот сегодня мы собрались все-таки в конце рабочего дня на два часа. Конечно, тема, которую мы сегодня подняли, очень интересна, она заслуживает гораздо больше внимания, чем мы сегодня уделили. Но я хотел бы сказать слова благодарности тем, кто составлял вот эту повестку дня. Вы посмотрите, как вот сжатые в два часа, насколько разносторонне показана проблема. С одной стороны, вот вчера был мастер-класс, Алексей Михайлович демонстрировал наиболее важную, наиболее широко распространенную эндовидеохирургические технологии на самом высоком уровне. То, что мы сейчас должны внедрять, и оно и повсеместно имеет место. И в то же время мы сегодня в докладе доктора Гладышева услышали, что у нас все-таки в городе есть применимые наиболее самые современные. Конечно, спорно в отношении цена вопроса робототизированная техника. Конечно бы нам хотелось бы, когда мы говорим о робототизированной технике, чтобы не настолько было мастерство хирургов. Ну, хотя бы на этом выиграть, когда не настолько оттачивать, чтобы аппарат все-таки выполнял работу, наверное, в конечном итоге так будет. Сам аппарат был предложен для того, чтобы дистанционно, но тем не менее мы используем. Даже общаясь вот с нашими иностранными коллегами, даже американцами, которые вроде бы внедрили эту методику, они к ней относятся настороженно из-за цены вопроса. Но тем не менее это есть, мы видим ее преимущества и видим, что мы тоже движемся в этом направлении, несмотря даже на наши экономические сложности. В сегодняшних докладах мы увидели развитие тех тенденций, которые были в прежние годы. Знаете, мы, говоря о малоинвазивных технологиях, которые позволяют делать операцию не в ущерб качества и с хорошими результатами, все-таки продолжается развитие традиционных методов. Тогда, когда опухоль большая, и вот группа авторов, докладывал доктор Даманский, показал о внедрении все-таки того способа, когда опухоль выходит за пределы, никак не справится. Нужно все-таки традиционными методами применить и 67 случаев. Это большой опыт, и мы надеемся, что это несет свою лепту в результаты лечения. Все равно в нашем обществе чаще опухоль встречается с запущенной, и мы надеемся, что результаты их работы скажутся на конечном итоге. И важно, что сегодня мы услышали, мы все-таки говорим о ранней диагностике, о скрининге, выявлении предраковых заболеваний, раковых случаев на самых ранних стадиях. А как решать проблему? Тут тоже нужны свои технологии. Олег Борисович показал, как прекрасно он справляется с этой проблемой. И мы знаем, что Олег Борисович является высочайшего класса специалист у нас в городе. И мы понимаем, что если мы сегодня хотим все-таки выявлять много ранних форм, пока их всего лишь меньше, чем 20%, если взять суммарно, а может быть фактически еще даже меньше, но если мы, занимаясь диспансеризацией или скринингом, будем иметь много таких больных, то нужно их правильно оперировать, для того, чтобы менее травматично, чтобы они быстро... И, конечно же, весь опыт, который имеется в мире, мы должны у себя использовать. И Олег Борисович продемонстрировал, как он прекрасно с этой проблемой справляется. Ну и, конечно же, хотелось приятные слова сказать по последнему докладчику Ольге Васильевне по методическим основам оценки качества лечения. Знаете, у нас в институте много сделал Алексей Михайлович для того, чтобы сплотить деятельность хирургов, лучевых диагностов, морфологов, ну, отчасти по некоторым локализациям радиологов для того, чтобы выйти на хорошие результаты. И тут, конечно, нужны люди заинтересованные в этом. И вот Ольга Васильевна, она, похоже, что в настоящий момент каким-то образом помогает решить эту проблему. И неспроста я задал вопрос, насколько удлиняется. Конечно, это колоссальный труд, и это надо сделать, больных не становится меньше. Но как мы можем, и не только наукой заниматься, это очень важно для науки, но как мы можем оценить труд докторов, как мы можем оценить их качество? Конечно, надо привлекать активным морфологов с применением самых современных стандартов. Коллеги, спасибо всем за то, что мы здесь сегодня собрались. Я надеюсь, что наше сегодняшнее мероприятие было очень полезно, особенно для молодежи. Очень приятно, что в основном лица молодые, это все специалисты, которые хотят или занимаются этой проблемой. И сегодняшняя наша встреча позволит нам обменяться мнениями и каким-то образом улучшить понимание этой проблемы. Спасибо всем. До наших будущих встреч.